Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи отец Евген. У нас в неплановый ролик такой мини-блог, видеоответ на то, почему нету стримов на канале. Прямо сейчас я иду по не очень чистой улице. Это в моче, в говне, пипец. Мы находимся в городе Красно-Туринск. 50 тысяч населения. Сейчас я вам покажу этот городок и расскажу, что я здесь вообще забыл, как я здесь очутился. Вот это вот мой дом. Раньше я здесь жил. Несколько лет назад мы продали эту квартиру. Сейчас мы живем вот здесь, вот в этом доме. Ну, не мы, а моя бабушка, я остановился у нее. На самом крыле города, вот там вот вы можете видеть лес. Район называется Яма. Народу ни души. Ну, вот там вот два земляка походят и все. Многие мне пишут, типа, я из большого города, там до хрена возможности и все такое. Нет, ребят, это очень полный пиздеж. Я из очень маленького, из очень бедного города. Почему я вот сюда приехал? Я приехал, во-первых, к родителям посылного года. Больше года же, да, я не был дома? Может быть, даже побольше немного. Я решил приехать на пару недель и параллельно с этим решил решить вопросы под своим документом. У меня была фамилия Безяев, я решил ее поменять. Пойдем по главной улице, вот по Ленинова. Тут, ладно? Времена школы где-то в 10-9 классе после того, как мой дедушка, царство у небесного, он умер. Я тогда решил, что когда-нибудь возьму его фамилию, так как я отцарства практически не знал. Поэтому я сейчас здесь, жду, пока мне сделают новый паспорт, затем данные АБП, загранпаспорт, права и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому стримов нету. Чтобы вы просто понимали всю крутизну данного города. Вон тот вот плакат огромный. Повешали еще в то время, когда я учился в пятом классе. Был сделан в моей школе, и там сняли ребят, которые учились в девятом классе, и мы над ними угорали, что их лица туда повешали. Прошло лет 16, 17, может даже. Этот плакат до сих пор там висит. Это пиздец. Он старше моего младшего брата. Городская икона, достопримечательность уже. Вот здесь вот, вот на этом месте сейчас монеточка, вот этот огромный магазин. Раньше здесь был, короче, легендарное вообще место здесь было. Назвалось мини-рынок. Место, где всем заправляли хачи. Но это не точно. Всегда после школы залетали на мини-рынок, брали там охерительные хот-доги. Здесь были просто самые вкусные хот-доги. А сейчас здесь монеточка. Вот эта улица очень сильно изменилась с тех пор, как я отсюда уехал. Ну, здесь по центру, здесь сейчас стоят клумбы, раньше стояли деревья. Было, кстати, намного красивее, что-то как-то сейчас пустынно, да. Попов. А Попов это тот, кто изобрел радио. Если бы не Попов, пацаны, на ваших телефонах не было бы радио. Нихуя себе. Он родился в нашем городе. Это достояние нашего города. Правда, на него там сейчас гульки насрали, но я думаю, уберут когда-нибудь. Вот это вот, грубо говоря, центр, пацаны. Трехэтажные домики, ни одной высотки. Смотрите, ни одной высотки. Самый высокий дом в этом городе, это тот, в котором я сейчас живу. Девять этажей. У них еще новый построили, там десятиэтажка. А, десятиэтажка? Ну вот, на один этаж повыше спустя 12 лет. Не знаю, видно вам нет сейчас, но там вот бесстрашный чувак без страховки, без всего. Залез на дом и херачит. Сверху снег вниз. Там кровью стоит и снег херачит. Вот она, центральная площадь нашего города. Здесь каждый год, в Новый год, строят городок ледовый. Городок здесь в этом году, мне кажется, самый лучший за все время Краснотуринска. Просто посмотрите на это. Ну, это охренительно, я считаю. Это уровень новый. Мэр красавчик. Уважение нашему мэру. Но Ленин есть в каждом городе. Да даже улица, центральная улица любого города России называется Ленина. Вот тут стоят ели синие, они называются синие ели. Однажды одну из этих елей спилили. Пиздец. Просто пришел сюда чувак на главную площадь города. Спилил елку и на КамАЗе увез ее домой. И когда его спросили, нахер дай мне елку мужика? Говорит, дети хотели елку, я шую самую пиздатую елку спилить. Мужик, если у тебя там на зоне есть интернет, его вроде посадили за это, респект тебе. Еще одна интересная особенность нашего города, это то, что все дома в этом городе цветные. Вот этот розовый дом, там светло-розовый. Сзади вот мы проходили там зеленые, оранжевые домики, желтые. Я не знаю в чем фишка, но если сюда приют американцы, они подумают, что в этом городе живут заднеприводные люди. Пацанчики из Краснотуры, не обижайтесь, если что, вдруг, это я шучу так, это юмор. Ну реально же все цветное, фиолетовый, он зеленый. Суровая краснотуринская граффити, это череп, я так понимаю. Мы сейчас движемся по центральному городскому парку. Вот это вот, чтобы вы понимали, это парк местный. Раньше он был, конечно, хотя нет, он всегда херней был, кого я обманывал. За этим домом моя школа, сейчас я его покажу. Мы здесь бегали физру вокруг этого парка. По пять, по шесть кругов. Моя школа. Вот она вообще не изменила. Ее даже, блядь, за 11 лет не покрасили. Но мое почтение, хотя бы окна вставили, там вот наверху пластиковый окон. На все, видимо, денег не хватило, поставили только верхние. А вот с того гаража я однажды упал. Упал настолько сильно, что два месяца спина болела. И вот с того гаража я падал. Я тут все гаражи, видимо, облазил здесь. Вот тут жил во втором подъезде один чувачок, которого, чтобы вы понимали, боялся весь город. Это был просто гопник 99 уровня. Сейчас он сидит. Ему дали 25 лет строгача за убийство. Не зря его боялись. Что вам можно сказать, мы только что за 10 минут прошли большую часть нашего города. Сейчас мы уже на другом его краю. Там вот дальше суходойка, лес. Короче, пацаны, я что хотел сказать по этим видеороликам на самом деле. Во-первых, почему нет стримов? Потому что я сейчас нахожусь вот в этом городе у родителей. Решаю дела с документами. И у меня чисто физически не получается для вас стримить. А во-вторых, просто посмотрите, откуда я родом. Это маленький городок, это деревня, где, поверьте мне на слово, 90% людей, которые от моего возраста, абсолютно ничего не добиваются по жизни. Их удел это работать на хреновой работе, получать хреновые бабки и жить вот в этом потихонечку умирающем городе. Это вот один из них, кстати, да. Поэтому многие, кто мне говорит, что, типа, ты же из большого города, бабок у тебя много и так далее. Нет, я из обычного маленького города, который, ну, дает мало шансов кому-то на хорошую жизнь. Город Красно-Туринск. А в этом садике мой младший брат учился, который Толик. Вот, пацаны, Толик, 113-й был в этом садике. Я его отсюда забирал и на санках домой вез. О, нихрена, в Красно-Туринске Вайлдберрис есть. Где-то 5 штук. 5 Вайлдберрис? Да, 5 штук. Нифига себе. Саня Шабанов, смотри, даже в Красно-Туре Вайлдберрис есть. Тебе 6 лет нашему городу. Это первый торговый центр за 76 лет. Столичный первый и единственный. Закос под Мегу, наверное. Такая же коробка, огромные вывески и ничего больше. Ни в одном городе, ни в одном торговом центре нет платных туалетов. Только в Красно-Туринске это, видимо, где ведется видеонаблюдение. То есть представьте, есть у кого-то работа, который сидит, смотрит в камеру, как люди сут. Сейчас мы идем еще по одной главной улице, она называется Попова. В честь того самого мужика, на которого гульки какывают в Красно-Туринске. Там вот находится его дом. Сейчас там музей краеведческий. Все, как было во времена его жизни, так он до сих пор и осталось, насколько я знаю. Я сюда ходил пару раз со школой. А вот там вот стоит наша легендарная Красно-Туринская церковь. Здание, которое раньше было кинотеатром, потом церкви, потом его закрывали, потом его сжигали. Потом оно снова стало церковью. И вот сейчас стоит величественная Красно-Туринская церковь. Так, никто не говорит. Вот он, этот легендарный трамвай. Единственный, который остался в городе. Раньше во всей России были такие трамваи. Сейчас уже, конечно, в каждом городе новые. Чтобы вы понимали, этот трамвай просто не может проехать. Хрен знает почему, но они чистят ему дорогу, чтобы он проехал. Чистят дорогу, чтобы пустой трамвай проехал. Но утром, утром люди туда садятся на завод, который едут. А так он целый день туда-сюда, туда-сюда. Чисто пустой трамвай. Ну вот и все. Мы, в принципе, сделали огромный круг. Мы вот вышли оттуда, когда я только начинал там вот до моей бабушки. Сделали кружок до моей школы и назад вернулись. Вот там уже дальше край города, куда мы сейчас направляемся. Мы идем домой к моей маме. Она живет в своем доме на медном руднике. Это вот в той части. Это уже не город, это как пригород считается. Ну на самом деле, смотреть на город, в котором ты вырос, в котором ты возвращаешься постоянно, и он вообще из года в год не меняется. Люди отсюда уезжают потихоньку, народу все меньше, меньше и меньше. Буквально за полчаса мы обошли половину города. Можно обойти весь за час от начала до конца. Так что, пацаны, что я хотел сказать этим видеороликом? Не нужно жаловаться на то место, где вы живете, где вы родились. И ни в коем случае не нужно опускать свои руки. Не важно, откуда вы из деревни, с Краснотуринска, как я, с маленького какого-то другого города. Если у вас есть желание, вы всего обязательно добьетесь. Есть такая поговорка, упорство и труд все перетрут. Вот поверьте мне на слово. Все, что нужно, это трудиться, 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 еще раз трудиться. И потом вы в дальнейшем обязательно уедете из того места, где вы живете, если оно вам вдруг по какой-то причине не нравится. Мне в этом городе, честно, очень сильно не нравилось, я мечтал из него уехать. Когда он мне исполнился 18, я это сделал при первой же возможности. Я в течение года копил бабки, работал там, 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 потом отсюда свалил. И вот пришел к тому, что начал стримить на ютубчике, епта. А ты что скажешь? Мне добавить нечего. Подписывайтесь, ставьте лайк. Отец Евген, на связи епта.